6 июня 2018 года в гостиничном комплексе «Славянский» состоялось подписание протокола о намерениях. Две службы в области охраны окружающей среды из Латвии и Беларуси подписали протокол в области охраны и содержания водоёмов. В ходе заседания стороны определили, что основными направлениями сотрудничества будет охрана и рациональное использование трансграничных водных объектов. На территории Витебской области главная артерия – Западная Двина, она же Долгава, на территории Латвийской республики. Этот протокол предусматривает проведение мониторинга объектов окружающей среды. В первую очередь, конечно, водные объекты, оповещение сторон в случае каких-то аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций. Значит, сотрудничество в рамках двухсторонних встреч – это совместные какие-то экологические проекты, семинары, совещания, круглые столы. Мы ограничим именно у нас общие водные ресурсы. Мы принимаем воду по реке Долгава, которая у вас Западная Двина. И мы заинтересованы, чтобы качество этой воды было достаточно высоким, чтобы мы без опасений могли её использовать в своих нуждах. Несмотря на новый шаг в сфере охраны окружающей среды, мониторинг рек и озёр на территории Витебской области проводится постоянно. Регулярно отбираются пробы воды. Они хорошего качества и соответствуют нормам, отмечают специалисты. Так, в Витебской области систематически проводятся мероприятия по очистке сточных вод, сохранению поверхностных вод и улучшению их качества. Только в прошлом году проведены довольно серьёзные мероприятия по снижению сброса недостаточно очищенных сточных вод. Это строительство новых очистных в городе Верхнедвинске, строительство новых очистных канализаций в городе Глубокое. Это приграничные районы из Латвийской республики. Также проводятся мероприятия на очистных сооружениях в Новополском промышленном узле. Это очистные сооружения Акционерного общества «Нафтан» и ООО «Нафтан-Полимир». С помощью международной помощи проводится реконструкция очистных сооружений в городе Витебске. Протокол о намерениях между Латвией и Белоруссией в области охраны окружающей среды станет ещё одним шагом на пути к чистой и качественной воде.